Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу «Вайкра». Я по-прежнему нахожусь в поселении. За мной строится новый большой район, еще рядом. Я нахожусь в Кварельдад, а это за мной район из поселения Ногдим. И в этой главе мы узнаем о различных типах карбонот, храмовых приношениях. И я сознательно не употребляю слово «жертва приношения», мы ниже поймем почему. И в прошлый шаббат, после окончания чтения недельной главы, из свиткаторы, мы желали друг другу хазак, хазак, ламит, хазек, как это делается более трех тысяч лет. Будь сильным, сильным и усилься. И это так важно каждому из нас, кто сегодня или воюет с оккупантами, или прячет детей в бомбоубежищах, или просто их просто в подвалах. И кто или кто выехал, и их сидит в перевалочных базах по дороге в эвакуацию. Также кто уже доехал и до пункта назначения, но находится без вещей, без денег, всем, всему народу Израиля. Тема карбонот, так же как и тема мешкана, она чрезвычайно глубока и содержит важнейшие принципы божественного управления, тех духовных исполнений, исполнения которых лежит на нас. Но эта тема кажется очень странной для многих из нас, живущих в шестом тысячелетии, спустя почти две тысячи лет, после того, как последние карбонот были принесены нашим народам. И в действительности же понятие карбонот очень высоко и чисто. Но мы слишком удалены от них, чтобы хоть чуть частично это оценить. И поэтому нужно начать с этим разбираться. Очень важно сначала установить значение слова карбан. Корень слова происходит от слова близость. И поэтому понятие карбан абсолютно противоположность того, что идолопоклонники подразумевали под жертвой. Они жертвовали, то есть отдавали что-то, чтобы удовлетворить идола. И надеялись получить что-то взамен. Мы же приносим карбан, чтобы достигнуть близости со Всевышним. И в этом приближении и состояла главная цель карбана. И в этом карбанот не сильно отличаются от других митцвот. Ведь все заповеди даны для этой цели, для сближения нас со Всевышним. Тора называет карбанот дословно хлебом Всевышнего. Чтобы понять это, мы должны сначала спросить, чем является хлеб для человека, как основной вид пищи. И это очевидно. Без пищи мы не умерли бы. И что такое смерть? Это разделение между душой и телом. Душа продолжает жить, в то время как тело хоронят в земле. И таким образом пища дает возможность душе оставаться связанным с телом. И не оставлять его. В том же идее карбанот. Во многом отношения между Всевышним и миром подобны отношению между душой и телом. Когда митцвот не выполняется и люди грешат, присутствие Всевышнего отдаляется. Оставляет этот мир. Физически это можно представить себе так, что каждый грех создает некую заслонку, которая отдаляет и отдаляет человека от Бога. Все дальше и дальше. И трактат Авот в первой главе в Мишне 2 говорит, что Шимон Праведник был последний из мудрецов Великого Собрания. Это приблизительно 200-й год до нашей эры. До христианской эры. Он говорит, на трех вещах стоит мир. На Торе, на служении и на Гмирут Хасадим. На как бы на добрых делах. Пока стоял храм, в котором Шимон Праведник 40 лет служил первосвященником, мир держался за счет ежедневного сближения с Богом, с источником жизненности. В противном случае мир бы оторвался от своего источника из-за удаления за счет грехов человечества. Когда храм стоял и карбонок приносились регулярно, божественное проведение показывалось в намного большей степени замечательный поток доброты и благодати постоянно пребывал в этот мир. С разрушением храма мы потеряли это. И после разрушения второго храма мудрецы увидели определенные знаки и постановили, что теперь именно молитвы заменят карбонок. И все это время, до наших дней, мир держится на молитвах евреев, которые совершаются три раза в день. Это наше еврейское оружие. Для карбонок в храме были специально установлены время в соответствии со временем службы ангелов в духовных мирах. Утром карбонок приносились до четвертого часа, а днем до захода солнца. Вечером на жертвеннике догорали жертвы до самого утра. Это были временные границы для карбонок, и они же являются временными границами для молитв, когда по сути закрываются небесные врата, и ни молитвы, ни карбонок уже не принимались. Все карбонок могли быть только из трех типов животных. Бык, баран и козел. Двух типов птиц, голубей и из муки, пшеницы или пьечменят. Карбонок упомянутый в этой главе, это ола, шламим, хатат и ашам, а также различные меноход, приношение муки. Ола, вознесение, было полностью сжигаемым карбоном, приношением. Наши мудрецы имели традицию, что Алла обычно приносилось, чтобы искупить грех нехороших, неприличных мыслей. Так же, как и мысль, известна только Всевышнему, таким же образом карбон полностью сжигался. Шламим, это так называемые мирные приношения, они приносились добровольно, и большинство из мяса съедались владельцами, их семьями, друзьями, тех, кто был приглашен. Приношение шламим давало возможность собраться в семье в святом городе и выполнить митцу. Маленькая часть животных отдавалась коинам, которые ели его тоже с этими же семьями. Так поддерживался мир в семье и между Исраилей и коаним. Поддерживался мир в целом, шламим. Хатат и ашам приносились за различные грехи. Мясо этих карбонот ели только коины. Хатат приносился, когда человек случайно нарушил заповедь, за которое в случае умышленного нарушения было специальное наказание карет, отсечение души от источника. Например, тот, кто случайно выключил свет в субботу, должен был принести хатат, выходил из туалета и автоматически нажал выключатель. Ашам приносили только в случае шести типов нарушений, и некоторые из них описаны в этой главе, другие позже. Простая причина этих всех карбонот состояла в том, чтобы подчинить, как бы убить животную душу в человеке. В конце концов, именно наша животная душа заставляет нас делать грехи, даже случайные. Грех может включать мысль, речь и действие. И грешник таким образом компенсирует свой грех в процессе принесения карбонот действием, речью и мыслями. Он должен положить руки и нажать на голову животного, признать грех и вслух, устами, и подумать о наказании, которое он заслужил. Однако Всевышний по своему милосердию требует, чтобы вместо его органов и крови были сожжены внутри органы животного, и кровь животного прыскалась на отнаке. Коины, которые обычно были мудрецами Торы, ели части животного и молились за грешника, чтобы он был полностью прощен. И так происходило очищение человека от греха. Миноход – это добровольное хлебное приношение из муки. В определенных случаях оно было обязательным. Есть также несколько специфических грехов, для которых если грешник был беден, он приносил минху – хлебное приношение. Но если он был более богат, он приносил из птиц или животных. Кроме того, многие из животных карбонот также требовали, чтобы с ним вместе приносилась минха. И в этом всем есть четкие, строгие законы, и установленные в наших книгах законов. Как мы сказали выше, сейчас молитвы заменяют карбонот. И именно молитва сегодня есть тем инструментом, который удерживает нашу близость со Всевышним, и значит удерживает существование мира. И поэтому каждый молящийся, кроме того, что исполняет заповедь и свою обязанность молиться, кроме того, он удерживает свою личную связь со Всевышним, и еще принимает участие в удержании существования всего мира. Результат каждого такого действия в отдельности имеет, понятно, огромное значение для нас каждого лично. А результат всех действий вместе вообще сложно переоценить. И, естественно, Всевышний оценивает все это по достоинству тот, кто это делает. И сейчас особенно, особенная ситуация. Именно наши молитвы могут перевернуть ситуацию в Украине и привести мир. Каждому, кто еще вчера не молился, нужно включаться. Наши просьбы Всевышний слышит на любом языке, но сильнее молитвы работают в составе молитв, порядок которых установлен мудрецами Великого Собрания еще во времена Второго Иерусалимского Храма. Они были собраны в сборниках молитв в Сидурах. Начинайте три раза в день, и врагу конец. Это наше еврейское оружие. И нашу работу за нас никто не сделает. Хочу пожелать всем хорошего дня. Брахавая Цлаха на всех сложных дорогах, на которых вы сейчас находитесь. Оставайтесь дальше в поисках смысла. We want Mashiach now. И пойдем строить третий храм. И начнем приносить карбонот. Чтобы случилось это в скорости в наши дни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...